Организована маршрутизация, оборудованы два процедурных кабинета. В поликлинике номер один на улице Хрустальная заработал пункт вакцинации. В здравницу завезли первые 100 единиц препарата. У нас имеются листы ожидания для пациентов. И мы с большим удовольствием их формируем. И пациенты знают об этом. Помимо всех электронных услуг, это интернет, как правило, мы записываем. Так мы и записываем непосредственно при обращении пациента уже либо на прием, либо просто сюда по вопросам вакцинации. Вакцинация от новой коронавирусной инфекции проходит два этапа с промежутком в три недели. Перед самой процедурой необходимо сдать анализы и пройти осмотр у терапевта. Что входит в осмотр врача-терапевта? Безусловно, это измерение температуры, это измерение сатурации, это измерение пульса, давления и уточнение вопросов по эпидемиологическому анамнезу и по эпидемиологическому анамнезу. Показания для прививки одно – возраст старше 18 лет. Кроме того, с конца прошлого года к процедуре допускаются лица старше 60 лет. Среди противопоказаний – аллергия к каким-либо компонентам вакцины, острые инфекционные или неинфекционные заболевания, обострение хронических недугов. Противопоказана вакцинация беременным и кормящим женщинам. Стоит воздержаться от прививки и тем, кто уже переболел коронавирусом. С женой я здесь решили, чтобы обезопасить себя и не просто, как говорится, врачей не загружать потом в дальнейшем. Каждый, может, рискует, когда прививается. Но дело в том, что вакцине я доверяю. В смысле, наши ученые сделали, видать, хорошую штуку. Летит высоко спутник. Ежедневно прививку от COVID-19 делают около 800 жителей региона. Сегодня вакцинацию уже прошли свыше 5000 человек. Из них почти 900 получили второй компонент препарата. Планируется, что к первому дню весны общее число привезенных в регион вакцины дойдет до отметки в 51 тысячу. Рината Леулова, Герман Баранов. Новости Уллправды ТВ. Редактор субтитров А.Семкин